Добрый день! Здравствуйте! Первым долгом хочу поздравить студентку Шагла с днём рождения. Её подруги решили ей сделать сюрприз и приготовить сютлач. Но как его готовить, они не знают и обратились ко мне. Так что давайте вместе будем готовить сютлач, и они научатся. И вам пригодится. Для этого нам понадобится рис, вода, сахар, рисовая мука, если нет, можете заменить крахмалом, любым, щепотка соли, ванилин, если хотите, можете не добавлять, и один желток. Предварительно, естественно, помоем рис и зальём его в кастрюле холодной водой, ставим на медленный огонь, дадим ему свариться. Понадобится вот такая посуда, глиняная, но та, которая устойчивая, огнеупорная. Или же вот такие пиалушки. Так что смотрите. Ставим рис на огонь, он чуть-чуть сварился до полуготовности, убираем и добавляем сюда молоко. Молока должно быть много. Если у вас где-то столовая ложка риса, у вас уйдёт грамм 600, вернее, миллилитров 600-700 молока. Ставим обратно на огонь и варим до полной готовности, чтобы рис был готов. После того, как рис полностью отварился, будем добавлять туда рисовую муку. Берём ирисовую муку, заливаем её холодным молоком, разводим чуть-чуть, чтобы не оставалось комков, и постепенно выливаем его в рис, который мы отварили. Молоко, если у вас кипячёное, то с ним ничего не случится, оно не свернётся. Но если не кипячёное, будьте внимательны. И доливаем остальное молоко. То есть мы долили сюда ещё 200 миллилитров молока. Всё это тёплое. Ставим на огонь, а за это время разведём яйцо с сахаром. Разделила желток от белка, насыпаю сюда оставшийся сахар. А часть сахара мы насыпали, когда варили рис с молоком. Добавляю сюда ванилин. И теперь уже можно его тоже добавлять в тот рис, который варится. Только не сразу. Берём молоко с рисом, добавляем яйцо, мешаем его хорошенько, чтобы он сразу не сварился комком в кастрюле, а вот, чтобы он так разошёлся. Перемешали. Теперь всё. Можно разливать по пиалкам, по той посуде, что вы себе выбрали. И будем ставить в духовку. Духовку включаем 180 градусов. Можете заранее подогреть духовку. И собираем все наши пиалушки на противень. Выпекать будем полчаса, 25 минут. Это всё зависит от того, какая будет корочка сверху. Но смотрите, чтобы она не подгорела. Она будет зажаристая, румяная, красивая, вот такая. Но если подгорит, будет пахнуть горелым молоком. Так что смотрите, обращайте на это внимание. Для того, чтобы не прихватилось дно посуды, вот в которой вы ставите противень, в противень наливаем воду. Стакан, два стакана. Посмотрите, какая у вас противень, чтобы вода не выливалась. И вот за полчаса она будет испаряться. Дно ваших пиалушек будет более защищённое от тепла. А верх будет поджариваться. Вот таким образом. Вот и готово. Наш седлач. Он очень вкусный, приятный. Готовьте. Это не страшно. Это очень легко. И ещё раз поздравляю вашу подругу. С днём рождения. И желаю ей всего наилучшего. Не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться видео. И дорожите друг другом. Дай Бог вам вечной дружбы, здоровья и счастья. А пока, пока-пока. Спасибо, что посмотрели видео и обратились за помощью. До свидания. Всего вам доброго.